Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. И сегодня в эти первые, можно сказать, еще даже праздничные часы, если посчитать, Новый год 2024 только начинается, мы пригласили к нам сюда в студию председателя Совета депутатов городского округа Люберцы Владимира Петровича Ружицкого. Здравствуйте, Владимир Петрович! Здравствуйте! С Новым годом! Здравствуйте, все, кто нас сегодня слышит. Да. В прошлом году вы не раз бывали здесь у нас в студии, но мы не можем не подвести итоги, несмотря на то, что год только-только начинается. Наверняка и о планах мы поговорим. Но все-таки 2023 год, чем для вас он ознаменован с точки зрения работы депутатского корпуса? Я могу сказать, конечно же, когда завершается Новый год, завершая Старый год, начинается Новый, особенно в конце года, когда мы все готовимся, волнуемся. Ну, все, кто так или иначе где-то работает, он начинает подводить итоги, что же было сделано, какие были упущения, а что не сделано и почему не сделано. Поэтому я оцениваю, что муниципалитет Люберец, совет депутатов Люберец, это тоже структура, структура, которая является неким представителем органов власти. И понятно, что жители все-таки ждут, ожидают, где-то выжидают, что же в этих Люберцах происходит и что произошло. А если что-то ждали и не произошло, то тоже вопросы, почему не произошло. Это нормальное явление, поэтому пытаемся осознать, что же было сделано. И сегодня, в принципе, есть представление, что же было сделано. Я не могу сказать, что то, что мы планировали, оно не сделано. Все в движении, поэтому у нас 32 депутата. Я оцениваю достаточно хороший такой слаженный депутатский орган, коллектив. Я могу сказать, что как администрация городского округа Люберцы в одиночку, не в состоянии решать, так законы прописаны, так и совет депутатов в одиночку, он тоже ничего не может решить. И все-таки это орган представительный, некий законодательный. Поэтому понятно, что если у нас что-то происходит, то это в таком плотной работе с органами исполнительной власти, с администрацией. У нас сегодня, я оценю, достаточно хорошая команда в муниципалитете. Целый ряд вопросов, что мы наметили. Мы их выполнили. Сегодня есть, что людям показать, сказать, рассказать. Поэтому я могу сказать, что мазками пройдусь, потому что всегда людей интересует, что же происходит во дворах рядом с домом. Поэтому люди могут заметить, что все-таки мы так или иначе, то, что мы запланировали, это в плане ремонта дворев территорий, поддержание, скажем, ассальтового покрытия во дворах. Это капитальные ремонты домов. Все это, что планировалось, а это все исполнено. Людей интересуют всегда вопросы, связанные с детским садом, школой, что происходит. Я могу точно сказать, что все вопросы, связанные с подготовкой школ к очередному учебному году, это я имею в виду, в прошлый год, все это было исполнено. Более того, мы открыли целый ряд детских садиков. Это мы детский садик открыли в микрорайоне Мирный. Это новый микрорайон. Мы открыли также детский сад на улице летчика Лаврухина. Я могу сказать, что мы очень долго жители и просили, и жалобы были в свое время. Это на отсутствие поликлиники в микрорайоне, мы называем «Зенина», или это микрорайон «Самолет». И на 600 мест мы эту поликлинику открыли. Я не говорю о том, что в этом году, вернее, я имею в виду в ушедшем году, мы все-таки запустили, в это многое не верили, эстакаду в Люберцах, которая разгрузила, не до конца разгрузила транспорт в движении, потому что выполнили только первый этап. А в перспективе нужно еще, у нас придет еще четыре этапа, поэтому будет расширение аж до нулевого километра, или, как в народе говорят, поста ГАИ, и это движение будет более значимым. Такой существенный был шаг, потому что его так давно ждали, и казалось действительно, что уже никогда не произойдет, и вдруг произошло. Дальше в реконструкции, значит, Новоризанское шоссе, и я думаю, что в следующем году, если еще не помешает, то будет мост через Москва-реку, и тоже движение будет другим совершенно. Поэтому ряд вопросов, что мы наметили, мы их решали. Я уже не говорю о том, что сегодня в реконструкции стадион «Торпеда», и там будет такой спортивный комплекс современный построен, и стадион «Торпеда» с трибунами. То есть эти вещи заметны. Я уже не говорю о том, насколько, мне кажется, ну, люди, я даже такое слово употреблю, счастливые в поселке Октябрьский, с открытием парковой зоны поселка Октябрьский, значит, потому что это та зона, та территория, кстати, это самый крупный, значит, парк в городском округе Люберцы. Но так получилось, я уже извиняюсь за слова, Октябрьский немножечко находится как бы, ну, в стороне, или, как в народе говорят, надшибе от Люберец, потому что, если у нас все поселки связаны с железнодорогой, какими-то автомагистралями, то поселок Октябрьский только на Варизанское шоссе. И там есть большие запросы на какую-то социальную сферу. Это и дом культуры, и какой-то бассейн, и парковая зона. И вот мы сделали первый шаг, красивая, парковая зона одна из лучших в нашем городском округе, ну, и самая большая. Поэтому вот такими как бы шажками мы двигаемся, целый ряд вопросов, что мы планировали, эти вопросы выполнены. Ну, а сегодня стоит задача эти целый ряд вопросов нарабатывать, у нас такой опыт есть, и воплотить уже в 2024 году. Более того, когда были выборы в 2021 году депутатов Государственной Думы, мы собирали наказы наших избирателей, было собрано порядка более 5000 самых разных, разнообразных. Это сегодня у нас на контроле, более 95% это исполнено. Более того, были выборы депутатов уже в 2022 году, наш городской округ. Мы тоже, скажем, наказы собирали и дополняли, значит, эту как бы народную программу. То есть ни один наказ никуда не исчез. Нет, это все на контроле, все это фиксируется, все это проверяется. Поэтому на контроле у депутатов, в общественной палате. И, понятно, эта работа идет очень плотно с администрацией городского округа. Ну вот, в 2022 году были выборы Совета депутатов. В общем-то, кажется, что уже так давно это было. На самом деле прошло полтора года примерно. Ну, как вы оцениваете состав Совета депутатов? Потому что есть люди уже опытные, которые не первый год работают депутатом. Есть депутаты-новички. Удалось создать команду? Ну, я уже об этом говорил. Все-таки депутатский корпус у нас, я оцениваю, и опытный, и даже если ребята молодые, которые пришли первый раз, такие тоже есть. Но люди очень быстро учатся. И я вам скажу, в депутат же никто не загоняет. Это чисто добровольное желание, это какой-то внутренний голос. Но это общественная нагрузка, если тебя нагрузили. А если ты сам пошел туда, то это уже не нагрузка. Это твое хочешь хобби, хочешь желание. Поэтому депутаты идут все по желанию. Поэтому весь депутатский корпус по желанию туда никто не загонял. И я об этом говорю, особенно молодым ребятам, что сюда никто не загонял. Ты пришел, ты должен работать с жителями. Потому что, когда встречаемся с жителями на территории, то жителю абсолютно, скажем, как молодежь говорит, параллельно. То ли перед жителем глава городского группа, то ли депутат. Спрос одинаковый. Потому что жители относятся, что депутаты тоже некая власть. Жители думают, что главе-то проще решить вопросы, чем простому депутату. Некоторые думают так. Некоторые, даже большинство, думают не так. Вот ты депутат, решай, иди к главе, администрацию, ставь какие-то вопросы, решай. Только механизмы работают. Да, поэтому на то и депутат, и некие законы в Российской Федерации о депутатах, о полномочиях депутата, что он просто обязан, и должен, и может, если есть вопросы на территории, их надо решать. И депутаты тоже знать, как решать. Я допускаю, многие не знают, или некоторые не знают. Мы встречаемся, думаем, обсуждаем, ставим некий план, выносим на заседание администрации, эти все вопросы решаем. Ну вот один из самых главных, наверное, этапов работы любого депутата – это приемы населения. Я так понимаю, вы как председатель Совета депутатов, и все депутаты имеют приемные дни, все это контролируется. То есть не бывает такого, что депутат, а, не пойду сегодня. Ну, такого нет. Во-первых, у нас многомандатная округа. У нас 8 округов. В каждом округе по 4 депутата. Я ценю, что в каждом округе работает своя команда. У нас есть координатор в округе, в каждом этом все у нас обозначено. Есть приемные часы. Более того, мы обязываем, чтобы депутаты встречались с жителями, объясняли, разъясняли все вопросы. Личный контакт. Личный контакт. Более того, скажу, вот я смотрел по статистике прошлого года, где-то было у нас порядка 800 обращений от наших жителей. Это достаточно много. И ни одно обращение остается без внимания. И понятно, что есть вопросы, которые не решишь в один раз. Потому что есть вопросы с капитальным ремонтом, где требуется много денег. Или какие-то вопросы, связанные с какими-то дошкольными учреждениями, с медициной. Но эти вопросы мы ставим себе в план, на контроль. И я допускаю, такие тоже моменты бывают, что нельзя решить. Мы стараемся объяснить, что вопрос этот нерешаемый. А там, где решаемый, то мы их решаем. Тем более, такие мелкие вопросы. Я извиняюсь, не закрывается дверь в подъезде. Или где-то крыша протекла. Такое, к сожалению, тоже бывает. Эти вопросы требуют оперативного решения. Вот 2024 год только наступил. И мы знаем, что это год особый. Помимо того, что он високосный. Многие с этим связывают разные истории. Но, если говорить серьезно, на политическом уровне для страны он очень важен. Это выборы президента. То есть будет какая-то подготовка особая к этому событию. И впервые выборы будут целых три дня. То есть... Ну, я скажу, выборы для муниципалитета, для администрации, Совета депутатов, избирательных комиссий. Ну, я скажу, не боюсь этого слова, это некая стрессовая ситуация. Потому что требует подготовки, требует определенного обучения. Скажем, те, кто, скажем, работает в избирательных участковых комиссиях. Мы всегда ставим наблюдателей от разных партий. И это тоже требует определенных подходов, обучения. Все эти вопросы мы решаем. Ну, и эти выборы, они не первые три дня. Были выборы губернатора. Они тоже были три дня. А выборы президента, это, ну, более знаковые события, более масштабные события. И все-таки мы определяем судьбу страны, так будем говорить, на ближайшие шесть лет. И мы этими вопросами, конечно же, занимаемся и будем заниматься в том плане подготовкой к выборам. Поэтому эту работу мы ведем очень плотно, повторяюсь, с администрацией, с нашими разного рода общественными организациями. Поэтому мы стремимся, чтобы информация дошла до каждого, чтобы каждый понимал события, когда оно будет, кто участник. Как будет проходить. Как будет проходить. Это все мы стараемся и стремимся, если хотите, где-то рассказать, где-то разжевать. Значит, ну, люди у нас тоже опытные все, все понимают. Плюс, чем хорошо, когда такие знаковые события происходят на федеральном уровне, то, понятно, работают и все каналы телевидения, идет разъяснение, объяснение. Поэтому на сегодняшний день, тем более, кандидаты, как бы нам уже на сегодняшний день известны. Известны и понятно, кому дано предпочтение, потому что много рассказывают и много есть спорных вопросов. Но я всегда говорю, друзья мои, у меня немножко, я постарше, я знаю, что было в 88 году, в 91 году, в 95 году, в 2000 точно знаю, что было. И что сегодня. Поэтому, даже если те проживают в многоквартирных домах, можно далеко даже не ходить. Выйти во двор и посмотреть, было 10 лет назад и сегодня. Понятно, динамика есть. Можно зайти, вот, столица нашей родины, город Москва. Москва 10 лет назад и сегодня. Но я езжу еще и по стране, по России, в разных уголках, местах. Я хочу сказать, такое движение повсеместно, что бы кто ни говорил. Другое дело, что, ну, так человек устроен. То, что вчера было плохо, сегодня хорошо, завтра уже человек не помнит, что было вчера. Просто еще. А ему, да, и понятно, что это тоже нормальное человеческое желание, движение. Ну, я оцениваю, что улучшение в нашей жизни, оно есть, оно, видимо. Порой не все хотят замечать, но это уже другая история. Сейчас сделаем небольшую паузу. Напомню, что у нас в гостях Владимир Петрович Ружицкий, представитель сайта депутатов городского округа Люберцы. Подводим итоги ушедшего 2023 года. Ну и какие-то планы намечаем на уже наступивший 2024. Напомню, что это программа «Открытый диалог». С вами Николай Певненко. В гостях у нас представитель сайта депутатов городского округа Люберцы Владимир Петрович Ружицкий в эти первые дни наступившего 2024 года. Кстати, а депутаты Новый год где встречаются? Все-таки, надеюсь, в семье, а потом... Потому что 24 на 7 работают? Нет, ну, я не будем сгущать краски. Да. Потому что понятно, что 24 на 7 работают коммунальщики, дорожники. Это да, ты никуда не денешься. Силовые структуры. Это даю себе что-то. У нас есть депутаты, которые работают, скажем, в сфере ЖКХ. Понятно, что они будут задействованы. У нас есть медицина, которая тоже работает. А есть и в других сферах. Поэтому нет, я думаю, что Новый год будем считать, что все пройдет благополучно. Значит, и для дорожников, для коммунальщиков, и для медиков. Тем более у нас такой продолжительный. Все-таки Новый год – это семейный праздник. Я думаю, что будет отмечать в кругу семьи, в кругу друзей, близких. Поэтому я думаю, что здесь все как обычно. Ну, сейчас переходим, наверное, к важной теме, о которой говорят на всех уровнях. Это семьи участников СВО и все, что делается в этом направлении с точки зрения депутатского корпуса. Давайте немножко об этом поговорим. Ну, тема СВО, она достаточно стоит остро, она у всех на слуху. И понятно, что когда гуляешь по Люберцам или поедешь в Москву, то ничего не ощущаешь. У нас хорошая мирная жизнь. А когда включишь телевизор вечером, то понимаешь, что что-то не так и не совсем мирно. А для тех, чьи братья, сыновья, мужья ушли и сегодня в зоне СВО, то понятно, что для них конкретно это далеко не мирная жизнь. Можно отвечать своими именами, но для них это война, тоже нормальное понимание. И люди так между собой и говорят. И понятно, что для человека в человеческом измерении это некая драма. Потому что у нас, к сожалению, есть, как мы говорим, есть 200-е, есть 300-е. И, по крайней мере, мы среди депутатов, у нас на эту тему было целый ряд таких и совещаний, и собраний. У нас сегодня более 500 семей закреплено за депутатским корпусом. И эти семьи знают и телефоны, и понятные имена, и если необходимо, они звонят. Мы время-времени напоминаем о себе и говорим, какие есть вопросы. Поэтому вопросов у тех, чьи близкие сегодня в зоне СВО, их много достаточно. И я сегодня не буду, скажем, акцентировать внимание на какие-то конкретные вопросы, потому что каждая семья имеет свои отдельные вопросы, свои отдельные просьбы. Поэтому мы особо не занимаемся рекламой, каким образом мы работаем и чем мы помогаем семьям, но эта помощь, я оцениваю, она существенная. Те, кто к нам обращаются, они знают об этом, и мы всегда готовы прийти на помощь. Поэтому это, начиная от каких-то бытовых условий, заканчивая вопросами, связанными с какими-то документами, с каким-то имуществом для детей, это школы, сады. Поэтому у нас эти все вопросы проходят без проволочек, мгновенно. Есть полное понимание у всех властных структур. Поэтому, повторяю, мы эти вопросы решаем очень плотно в взаимодействии с администрацией городского округа. Поэтому даю себе отчет, что эти люди должны быть окружены вниманием. Понятно, что есть, к сожалению, в этих семьях и погибшие, это другая категория, это всеми пришло горе, и мы стремимся быть тоже и во взаимодействии, и полезными, и, по крайней мере, особо и не надоедать, раны не теребить, но и при необходимости помогать. То есть эти процессы, они идут постоянно. Ну, еще о гуманитарной миссии. Насколько городской круг Люберцы, ну, мы знаем, что да, и даже на простом человеческом уровне, кто-то шьет сетки, кто-то еще что-то. Вот как здесь работает этот процесс? Ну, в этом плане у нас есть общественники, самые разные, начиная от депутатов, общественная палата, значит, у нас есть союз женщин в Подмосковье, все эти структуры на работе, просто граждане. Поэтому у нас есть, мы собираем сбор гуманитарного груза, это в гарнизоне, значит, в доме офицеров все знают, и мы отправляем эти грузы постоянно, люди сами идут, приносят, а поначалу было, кто что может, включая и продукты питания. Потом мы уже немножечко эту тему переосмыслили, потому что, ну, продукты питания постолку-постолку. Значит, в основном это теплые вещи, в основном это какие-то защитные сетки, и наши девушки, рукодельницы, наше более старшее поколение этим занимаются, плетут, мы это передаем. Я сегодня хотел бы, ну, пользуясь случаем, сказать слова благодарности нашим предпринимателям, потому что с самого начала они откликнулись, и целый ряд вопросов мы решаем для, будем говорить, военнослужащих зоны СВО, и мы за это время отправляем туда и разного рода автомобили, и прицелы ночного видения, и разного рода тепловизоры, и другое имущество. Но это мы в взаимодействии с Союзом промышленников и предпринимателем, где идет сбор денег, где идет закупка, и также мы эти вопросы отрабатываем. Поэтому здесь вопросов много, потому что у нас были, кстати, обращения напрямую от наших, будем говорить, военнослужащих к нам по целому ряду таких же тонких моментов, где мы их обсуждаем и тоже решаем, и тоже отправляем. Поэтому, кстати, один из депутатов сегодня находится в зоне СВО, он сам изложил желания, Черкашин Сергей Николаевич, и дай Бог ему здоровья. Поэтому сегодня вопросов достаточно, и все-таки жизнь, она в чем-то спрессована и требует порой мгновенных решений. Поэтому мы, что касается разного рода помощи, очень, я оцениваю, скажу, руку держим на пульсе, и при необходимости идет полное взаимодействие с теми структурами, с кем мы на связи сегодня в зоне СВО. Еще один такой глобальный, наверное, вопрос, потому что когда приходят к депутату, наверное, наши телезрители-то уже точно знают, а многие жители еще не знают, что, например, депутаты Совета депутатов, ну, у них персонально, они только своими деньгами могут ответить, если захотят. Но есть бюджет, который принимается Советом депутатов. И насколько я понимаю, насколько понимают жители, что идет, ну, если не борьба, такое громкое слово, ну, по крайней мере, какое-то сбалансированное принятие этого бюджета, потому что мне, как депутату этого округа, нужно одно, другому, другое, третье. Как проходило принятие бюджета, и насколько он выверенный, и как будет контролироваться его выполнение? Ну, я скажу так, на сегодняшний день, как бы, ну, на начало года бюджет принят, всегда где-то обычно в октябре приступаем к формированию бюджета, рассмотрению бюджета. Понятно, что работают структуры администрации во взаимодействии с комиссиями Совета депутатов. Поэтому, как правило, в процессе обсуждения идут, естественно, споры, потому что понятно, что желаний, или, как мы говорим, хотелок много, а деньги те, которые есть. И, кстати, на сегодняшний день, значит, где-то доходная часть, мы посчитали, это 18, по-моему, 18,4 миллиарда рублей, а расходная часть 19,4. То есть у нас бюджет принят по расходной части на 19,4 миллиарда рублей. Это очень внушительная сумма, потому что одна цифра, это много. И, как бы, много, но для такого муниципального образования, как Люберецкий городской округ, это немного. Этого недостаточно. Хотя мы сегодня говорим, что у нас все-таки бюджет социально направленный, более 70% бюджета направлено в социальную сферу, да, это в целом образование, все, что связано с социальными вопросами, эти деньги все там. Но еще требуется и развитие городского округа. И понятно, что нужно вложение денег, скажем, в городскую среду, развитие дворовых территорий, капитальный ремонт. Это у нас еще много. Ну, на это денег не хватает. Но мы ставим задачу каждую копейку израсходовать по целевому назначению, определить приоритеты, эти деньги приоритетно израсходовать и контролировать. А кто контролирует? А сегодня, на сегодняшний день, я скажу так, в принципе, задача света депутатов распределить и контролировать. Но этого недостаточно, потому что у нас есть очень много контролирующих структур. У нас есть в предсвете депутатов комиссия КСП. Значит, комиссия, которая контрольная счетная палата, мы ее называем, которая проверяет. Помимо этого, значит, есть общественная палата, но помимо этого еще есть и прокуратура, которая работает с уголовным кодексом, есть всевозможные структуры по работе с нарушениями в плане экономических преступлений, такое тоже есть. И когда говорят мне, что там глава распределяет деньги, я говорю, нет, глава... Вот я был многие годы главой городского округа, я говорю, главы денег нет. Деньги из совета депутатов. Вот совет депутатов распределяет деньги, а дальше глава тратит, администрация тратит. Но если любая трата вне тех норм, которые прописаны в бюджете, то это тоже уголовное дело. Поэтому я хочу сказать, что сегодня попасть в какие-то ловушки по нецелевому использованию никто не хочет. Поэтому сегодня день, который есть, они, я оцениваю, используются по целевому назначению. Сегодня я оцениваю бюджет достаточно, он сбалансирован и достаточно глубоко продуман. И я думаю, что администрация вот с первых же дней, вот выйдем там на работу, когда мы выходим, там, 8-9, да, на работу. И понятно, что это уже начнется такая монотонная, ежедневная работа по воплощению всех этих решений в жизнь. И задача администрации это все вовремя правильно делать. А задача совета депутатов, эти вопросы контролировать, работать с жителями и поправлять, если что-то не так. А корректировать его можно как-то по ходу? Ну конечно, мы же... Где-то больше придется потратить, где-то меньше. Смотрите, у нас же бюджет по расходной части, он принят как бы с дефицитом. Там порядка более 700 миллионов рублей. Поэтому у нас есть комиссия по мобилизации доходов. Почему мы принимаем в себя такой бюджет? Он, скажем, больше, чем планируемые, будем говорить, доходы. Для того, чтобы заставить администрацию и весь депутатский корпус работать под пополнением бюджета. Поэтому задача администрации настолько... Я извиняюсь, зайти во все вот эти сусеки, найти какие-то, будем говорить, возможности или, возможно, найти какие-то, ну, ранее какие-то упущения. То есть с бюджетом работают ежедневно. И найти эти деньги. И я по опыту, мы всегда находим, потому что с нами работает очень плотно налоговая инспекция и весь силовой блок. И мы тихонько выходим на некие цифры, которые мы запланировали. И это, естественно, бюджет будет исполнен. Ну, будем надеяться, год только начинается, так что будет время нам за этим проследить. Ну, а теперь самый такой приятный момент. Новый год уже наступил, Рождество. Я предлагаю вам, Владимир Петрович, обратиться к нашим телезрителям, поздравить с Новым годом. Я хочу всех поздравить с наступившим Новым годом. Искренне хочу пожелать, чтобы все задумки свершилось. Все-таки Новый год – это некое таинство. И мы планируем, мы как дети в ожидании какого-то чуда. Поэтому детишки реально ждут чуда. И родители делают это чудо под елкой, какими-то подарками. И если я хотел бы, чтобы какое-то чудо происходило у всех, независимо от возраста, чтобы люди радовались как дети всему тому, что вокруг нас происходит. А вокруг нас происходит всего очень много хорошего, радостного, интересного. Поэтому я искренне желаю, чтобы в каждой семье был и смех, и радость, и счастье. И, конечно же, год обещает быть непростым. Но я искренне хотел бы пожелать, чтобы все вот недоразумения, нелады, которые в семьях или в крови, они проходили мимо, и у нас этого не было. А в глобальном плане я хотел бы пожелать всем мира, мирного неба, чтобы все, что сегодня происходит на большой планете Земля, оно завершилось миром, счастьем, улыбкой. Поэтому, друзья, мы с наступившим Новым Годом. Владимир Петрович Ружицкий, председатель Сайта депутатов городского округа Люберцы. И вас, и всех депутатов, весь депутатский корпус поздравляем с наступившим Новым. Спасибо большое. С 2024 годом. С Новым Годом. Это была программа «Открытый диалог». С вами был Николай Пименко. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова